Девушки отдыхают Свет, ей казалось, что была она всегда, только спала, а потом вдруг взяла, да и проснулась. Как хорошо, думала Мушка, неизвестный садовник уже успел посадить прекрасный сад. Мушка еще не родилась, а он уже успел приготовить все, что нужно маленькой Мушке. Ах, какое доброе существо, человек, подумала Мушка. Это нарочно для нее, для Мушки, оставляет Аленушка сладкой крошкой от булочки и немножко молока в ложечке. Кухарка Паша еще добрее Аленушки. Она нарочно для мух ходит на рынок и приносит такие удивительно вкусные вещи. И откуда она так все отлично знает, что нужно мухам? Удивилась Мушка. Хотя сама-то и летать не умеет. Сестички, летите в дом! Там так много всяких вкусных вещей! Ах, какое полезное создание, человек! А мама просто чудесная женщина, думала Мушка. И как она только узнала, что я очень люблю варенье! Мамочка, и мне дай варенье, а то ты только мух угощаешь! Хотя Аленушка тоже любит варенье, но мама дала ей только одну ложечку, потому что она не желает обижать нас, мух, подумала Мушка. Ну, конечно, эта мама откладывает варенье для нас, для мух, чтобы мы могли есть его каждый день, когда пьем чай, думала Мушка. Аленушка, ведь мы не можем съесть все за один раз. Мама, кажется, специально живет только для нас, для мух. Она закрывает окна, когда холодно, и следит, чтобы мы не простудились, думала Мушка. Ах, как все чудесно, думала Мушка, облетая все комнаты дома. Ах, какие все вокруг добрые и хорошие! Ну, люди уж не совсем такие добряки, как ты думаешь. Ты обратила внимание на человека, которого все называют папой? О, да! Это очень странный господин. Для чего он курит свою трубку, когда отлично знает, что я совсем не выношу табачного дыма? И потом, он ничего решительного не хочет сделать для мух. Я раз попробовала его чернил, которыми он что-то такое вечно пишет, и чуть не умерла. Ах! Да что же это такое? Ну, спасу от этих мух нет. Представляете себе? Он в этом обвиняет не себя, а нас же! Где справедливость? Милостивый государь! Милостивый государь! Это папа-то милостивый! Чуть двух мушек не погубил! Хотя у него есть одно достоинство. Он пьет пиво после обеда. Это совсем не дурная привычка. Я, признаться, тоже не против выпить пиво. Хотя у меня и курица от него голова. Я тоже люблю пиво. От него делается так весело, так весело! Хотя на другой день немного болит голова. О! Ну, ну! КОНЕЦ Ну, что ж это такое? Совсем житья от этих мух не стало. Точно сумасшедшее. Так и лезут везде. Так, надо их изводить. Даже наша мушка начала находить, что мух развелось слишком много. И по ночам не было мушки покоя. Мухи жужжали в темноте, гонялись друг за другом, били со стекла. Мушка всю ночь вздрагивала во сне и утром просыпалась в совершенно дурном настроении. Однажды утром случилось нечто ужасное. Кухарка Паша принесла пачку очень вкусных бумажек, посыпанных сахаром. Вот, отличное угощение мухам. Мухи и без Паши догадались, что это делается для них. Ну, что ж вы толкаетесь, дорогие господа? Эти бумажки будут пострашнее мухобойки. Но тут пришла новая беда. Кухарка Паша развесила какие-то гадкие крики и бумажки, от которых погибло множество чудных мушек. Не хотим бумажек, пищали мухи, не хотим. Вот вам, голубушки, попробуйте новую угощенницу. Оказалось, что этот колпак очень хитрый и мухоловка. Вот, теперь отлично. Ну что же тут отлично? Посудите сами. Они только кажутся добрыми, эти люди. Да уж. А сами только тем и занимаются, что обманывают доверчивых бедных мух. Вот и осень наступила. Неужели лето прошло? Позвольте, когда же оно успело пройти? Да уж, не успеешь оглянуться, а тут и осень. Даже само солнце и то светило для того, чтобы обманывать доверчивых мух. Это, наконец, несправедливо. Идем. 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 За окном выпал первый снег. А, так вот какая, оказывается, зима, подумала мушка. Она совсем белая, как кусок хорошего сахара. Но все-таки было скучно. Так скучно. Хотя бы еще одна муха была, пусть самая скверная, грустно мечтала мушка. Это, наверное, люди придумали зиму, потому что они придумывают решительно все, что вредно мухам, думала мушка. В бледном диске луны ей мерещилось круглое лицо кухарки Паши. Ложись спать! А может быть, это Паша спрятала куда-нибудь лето, как она прячет от мух сахар и варенье, думала мушка. По ночам ей почему-то снился снег, и белые пушистые хлопья напоминали ей мух. Может, снежинки, это душа умерших мух? Так и просидела мушка на подоконнике всю зиму. И, наконец, пришла весна. Она по обыкновению сидела в уголке оконной рамы, как вдруг слышит... Сначала она не поверила собственным ушам и думала, что ее кто-нибудь обманывает. Наверное, это вредная Паша нарочно жужжит, подумала мушка. Ах, спасибо! Весна начинается! Весна! Мама, мама, молоденькая мушка прилетела. Значит, весна пришла? Да, Аленушка, опять весна пришла. Ах, какие чудесные эти люди! Они специально для меня открыли все окна. Наша мушка хотела сказать молодой мушке, что весна обманчивая, еще вернутся холода. Но подумала, что та ее все равно не будет слушать. И промолчала. Субтитры создавал DimaTorzok